Привет всем! Сегодня в гостях у стартап-стори Рината Ахунова. Рад тебя видеть. Взаимно. Представься, пожалуйста. Я президент компании Global Nation Access и с недавних пор руководитель американского офиса города Иннополис. Замечательно. Сразу вопрос в лоб. Кто тебя спонсирует? Откуда деньги? Я похожа на женщину, которую спонсируют? Нет, не похоже, но все говорят. Ну, отлично. Значит, удается вводить в заблуждение. Никто меня не спонсирует. Я давно спонсирую себя сама. Замечательно. Просто такое воплощение независимой и самостоятельной. Это неправда. Я категорически против независимых и самостоятельных женщин. Ну, вопрос феминизма мы в отдельном интервью затронем. В этом интервью хотелось бы поговорить о паре вещей. Ну, сначала такие каверзные вопросы, а потом по делу. Каверзный вопрос следующий. Как тебе получилось вопреки и назло всем другим женщинам, которые представляют российских предпринимателей венчурный капитал здесь в долине, попасть в список Forbes и сделать столько шуму? Откуда? Ну, на самом деле, ниоткуда, потому что я не знала о том, что этот лист составляется. И когда он был опубликован, мы сидели в офисе фонда DFJ. У нас была презентация 10 российских стартапов инвесторам. И буквально я получила сообщение в Твиттере с меншин, что я в этом списке. Да, я как-то сразу всем рассказала об этом, и потом вечером только осознала, что это произошло. Из приятного, то, что в первом списке, действительно, первый список был из Таберсон. Приятно, что получилось так, что я была единственной русской. И еще более приятно, что я была на первом месте в листе, потому что у меня фамилия на букву А начинает. Замечательно. По поводу вывоза таланта, мозгов из России, и то, что ты каким-то образом вовлечена в это, и переехав сюда в долину, ты тем самым хочешь перевести еще других людей, предпринимателей, этому способствуешь. Что в этом правда, что в этом ложь? Ну, контрабандой я не занимаюсь. Я, наоборот, категорически против того, чтобы все предприниматели, неважно откуда, из России, из других стран, выбросали все и ехали в Кремниевую долину. Я считаю, что Кремниевая долина – это самостоятельный, независимый и действительно мировой университет предпринимательства. И действительно, если ты хочешь быть предпринимателем, ты обязан сюда приехать и поучиться, и получить некую степень этого университета. Но шансов, что ты станешь профессором этого университета, очень малы, потому что здесь конкурс на место, все представляют какой. Соответственно, каждый предприниматель должен идти к тому, чтобы здесь побывать определенное время, пропитаться атмосферой, получить нужные навыки. Но говорить о том, что все предприниматели должны ехать сюда за успехом, за развитием своей компании, отнюдь нет. Потому что для большинства предпринимателей есть масса других рынков, более привлекательных, чем отдельно взятая Калиформия и США. То есть нужно смотреть индивидуально в каждом случае. Поэтому я не вывожу российских предпринимателей. Более того, у меня есть статистика. Мы работаем с компаниями, как с российскими, так и с иностранными. И говоря, в американских компаниях у нас больше открыто представительство этих американских компаний в России. Мы помогали им открывать представительство в России, чем российских компаний нами перевезено сюда. То есть у нас перевес идет в то, что американские компании открывают свои дочерние компании в России. И это хорошо. Возможно, это создает новые возможности для некоторых предпринимателей и менеджеров в России. Так вот вопрос такой. Как предприниматель в России, который, возможно, что-то пробовал сделать сам? Собрал там команду, сделали продукт, но не пошло. Либо спроса не было на этот продукт, либо выбрали неправильно нишу, либо с командой не получилось, либо денег не нашли. То, чем ты занимаешься и то, что ты видишь, ты рассказал, что гораздо больше компаний открывают свое представительство в России. Какие возможности это предоставляет нашим зрителям, которые смотрят в этом плане, и вот они сейчас в России, и что для них это может означать? Как они могут в это тело поиграть? Что ты можешь для них сделать? Я считаю, что самое главное, с чем человек должен определиться, это он должен понять, насколько он отдельно действующий предприниматель, насколько он командный игрок, или он все-таки, ему больше нравится место менеджеров в крупной компании. Это очень важно, с этого надо начать, но по моему опыту это сложно определить тестами, это можно определить только в процессе работы. То есть я проработала во многих компаниях, чтобы в один прекрасный день понять, что как-то я лучше самой одной, или с партнерами. Соответственно, с этого нужно начать. Если человек понимает, что да, он предприниматель в душе, но, наверное, еще пока не дорос до такого уровня, чтобы сделать великую компанию, возглавляя команду самому, он может присоединиться к успешным, относительно успешным компаниям, в зависимости от того, что считать успехом. В том числе к тем компаниям, которые открывают дочерние предприятия в России. Мы действительно сейчас собираем в штат две компании американские, которые открыли офис даже не в Москве, а в Республике Татарстан, в Казани. Они собирают себе команду инженеров, ну и, безусловно, нам нужно определенное количество менеджеров, которые будут управлять процессом в России. Да, есть такая возможность. Эти офисы американской компании в России, они сугубо девелоперские или они нацелены на выход на российский рынок и там нужны предприниматели, которые будут рынок разрабатывать? Безусловно, в Россию, в принципе, нет смысла выходить, если этот рынок тебе не интересен. То есть идея открыть там R&D, потому что Россия раздает гранты на некие исследовательские работы, она сама по себе не приведет к успеху. Поэтому мы, начиная работу с американскими компаниями, обязательно выясняем, насколько российский рынок им привлекательен, в принципе. Если да, то зависит от стадии, на которой находится компания. Естественно, если нет продукта, это может быть только R&D. Но в перспективе, в течение определенного количества времени, из тех компаний, с которыми мы работаем сейчас, одной компании менеджеры, управленцы и продавцы нужно будет в течение года, другой в течение трех лет. То есть вот это тот период, на который мы планируем. Окей, замечательно. Вопрос на тему, опять же, такой реальной истории. Есть предприниматель, собрал единомышленников, сделали продукт, запустили, вроде идет. Хорошо, возможно, там есть какие-то инвестиции. Из твоего опыта, какие ты видишь вещи, которые не стоит делать или быть осторожным, где происходят основные такие пролеты, там, две-три вещи, которые не стоит делать для того, чтобы увеличить фактор успеха и уменьшить риски. Для меня самое главное, это первое, не переоценивать себя. Если я вижу, что в команде есть человек, который, пусть он автор или царь-бог, но он пытается это сильно подчеркнуть и пренебрежительно относится к остальной команде, то я категорически не буду работать с ним. Первое, не переоценивать себя одного и не переоценивать в целом команду, относиться реально к условиям рынка. Но самое главное, что все провалы, это, конечно, эго, эго-центризм. Второе, не думать, что кто-то должен заплатить тебе за то, чтобы ты сделал свой стартап, реализовал свою идею. Потому что очень много и часто приходит в компании, команд, которые говорят, дайте нам денег, мы сделаем. Как бы если это мой бизнес, я вас найму, но вы не получите долю. Если это ваш бизнес, вы будьте добры, сделайте что-то сами сначала. И третье не, это не брать все деньги, которые предлагают. Потому что денег сейчас на рынке достаточно много, венчурных, и хорошая идея, действительно, достаточно много предложений. Соответственно, команды должны уметь выбирать, какие инвестиции им выгоднее. Инвестиции могут быть в том числе и гранты, что очень полезно для капитализации компании. Поэтому я всегда говорю, не спешите брать деньги. Окей. Рассмотрим давай такой случай. Приезжает команда предпринимателей в долину, сюда. У них что-то на мази, такая же история, но уже может быть на какой-то другой стадии. Вот они выходят с самолета, у них есть продукт, куча надежд, какие-то ожидания. Какие ожидания ты видишь вот у таких ребят, которых достаточно много там постоянно проезжает, мы общаемся, встречаемся, чем-то, чем можно, помогаем. Какие ожидания у них ошибочные? Вот основные вещи, чего не стоит ожидать, собираясь ехать сюда. Не только относительно Кремниевой долины, но в принципе по жизни намного легче жить, если ты понимаешь, что никто тебе ничего не должен, и никто тебя нигде не ждет. За исключением родителей и детей. Поэтому, когда ты едешь в долину, ты должен понимать, что это твой собственный риск, и ты можешь абсолютно ничего от этого не получить, и это не должно тебя расстраивать. Второе, это то, что люди думают, что здесь деньги раздают на каждом углу. Может быть, в долине много денег, и когда фонды заявляют, что они собирают очередные многомиллионные, миллиардные фонды, это создает ауру того, что денег здесь очень много, их действительно раздают охотно, но это не так. И местные долины очень избалованы, их интересуют проекты с большим мультипликатором. Соответственно, если вы приезжаете, и ваш проект спорен, или планируемая доходность находится в пределах средней, то вам не дадут деньги не потому, что вы плохой проект, наоборот, вас похвалят и скажут, что вы наверняка будете успешными и прибыльными, но вы не вписываетесь в зону наших ожиданий. Соответственно, нужно понимать, насколько ваш проект глобален и вписывается в ожидания инвесторов в Кремниевой долине. Пожалуй, это два основных момента, на которые я обращаю внимание. Говоря про важность рынков в роли компании, рынков много, мир большой и становится очень плоским. Как ты видишь для компаний, которые были основаны российскими предпринимателями, где у них получается история успеха, не успеха, у кого получается, не получается, может, какие-то примеры назовешь? Вообще, как я уже сказала, мы рассматриваем долину как некий университет для получения дополнительных знаний. Но когда мы говорим о непосредственной работе проекта, стартапа, компаний, безусловно, необходимо расставить приоритеты среди рынков. Мы сейчас, если говорим о каких-то стартапах, подразумеваем, что это глобальные идеи, которые могут быть масштабируемы. Соответственно, разорваться сразу на все рынки практически невозможно, и необходимо их расставить по приоритетам, завоевания. Очень важно иметь возможность и навык посмотреть на действительно мир, который становится все более плоским сверху, и понять, где есть возможности. Вообще, мое глубокое убеждение, что человек должен быть сам для себя менеджером возможности, либо найти кого-то или менторов, или члена команды, который сможет этим заниматься. Потому что сейчас очень во многих странах предоставляются различные гранты, различные офисные площади вместе с условиями проживания, технопарки, инкубаторы. Огромное количество возможностей, если стартап находится на ранней стадии, и он не привязан к какой-то географической точке с семьей, то он может совершенно спокойно встать и поехать в Чили, где ему дадут 40 тысяч евро, офис-спейс, ливен-спейс, и там он сможет либо развить свой стартап, либо он поймет, что это чуть-чуть не то. В любом случае, набраться опыта. Поэтому очень важно посмотреть на весь мир сверху, понять, куда в этот конкретный период времени нужно пойти. С точки зрения рынков, когда стартап начинает уже работать, когда осуществляются продажи, действительно сейчас очень много успехов у тех компаний, которые ориентируются изначально или меняют свою стратегию в сторону растущих рынков. Есть ли тебе конкретный пример, когда компания с российскими или русскими основателями получила значительный успех на рынке, но не российском, не американском, а где-то еще? Да, один из недавних примеров, одна из недавних сделок, это сделка компании Anchor Free с Goldman Sachs. На третьем раунде инвестирования на CISC компания подняла 52 миллиона от Goldman Sachs, и их количество пользователей на сегодня равняется 60 миллионам, и среди них очень много пользователей из восточных стран. Проект Anchor Free представляет собой несложную технологию защиты ваших данных в интернете, в том числе предоставляя VPN. Соответственно, этим приложением, в том числе это приложение для мобильных устройств, очень активно пользуется в восточных странах, там, где случается, что закрывают доступ к тем или иным сайтам. Это пример того, как команда, в данном случае Anchor Free, в этой команде основатели, это русские парни, мы их очень хорошо знаем, и очень приятно, что это наши просто друзья и добились такого успеха, они просто вовремя увидели вот эту возможность на растущем рынке, на рынке слабо развитом, и тем не менее там используется некий высокотехнологичный продукт, который принес 60 миллионов пользователей. То есть в любом случае, самое главное для основателя стартапа это возможность видеть мир в целом и выделять в нем точки горячие, куда нужно идти в каждый конкретный момент времени. А какие это были страны? Если ты можешь знаешь. Китай, Египт зависит все от конкретной политической ситуации. То есть в данном случае была прекрасная основа, связанная с политической ситуацией, которая принесла им взрывное количество пользователей, достаточно короткий промежуток времени. Соответственно, сейчас мы знаем, что закрывали доступ к сайтам в Казахстане, та же самая ситуация. То есть неожиданно страна, слабо развитая на сегодня, становится привлекательным рынком для конкретного продукта. Очень интересный пример. В итоге получается, какой урок можно излечь? Что юзеры даже из таких стран, как Египет или Казахстан, оцениваются тоже хорошо, и инвесторы готовы вкладывать деньги в продукты, у которых взрывной рост в таких странах. Эту историю можно свести в принципе к классическим правилам игры, которые пропагандируются в долине. То есть вы должны предложить пользователю ценность. Очевидно, что в условиях, когда люди хотят пользоваться свободой общения в интернете, им это запрещают делать, ты предлагаешь, данный продукт предложил им очевидную ценность. Пользователи любых стран хороши. Соответственно, в данном случае Энкорфри получил большую базу своих собственных пользователей, теперь они с ним могут делать в принципе все, что угодно. Размещать рекламу в приложениях, предлагать им другие сервисы за дополнительные деньги. То есть самое главное, когда ты накапливаешь большую базу клиентов, которые тебе готовы платить деньги за ценность, которую ты им предлагаешь, и далее ты, соответственно, имеешь канал сбыта для чего угодно, своих продуктов, чужих продуктов. Ну и последнее пара вопросов. Компрометируешь? Нет. Первое, это какие у тебя цели на следующие пару лет? Большие, маленькие? Чего бы ты хотела достичь? У меня есть ряд определенных задач, они связаны исключительно с моими профессиональными задачами. Здесь, к счастью, мне не нужно ни лукавить, ни разрываться. Мы действительно в ближайший год, два, три. Запустим масштабный проект города Нополис. Это будет IT-центром России. И очень важно сейчас, чтобы у этого центра с самого начала, с первого заложенного камня, была тесная связь с другими мировыми центрами инновационного развития. В частности, с Кремниевой долиной, коль скоро мы говорим об IT. Второй момент — это работа непосредственно нашей компании Global Nation Access. Мы помогаем стартапам Become Global, и мы ищем им те самые возможности во всем мире глобально и говорим им, куда лучше сейчас идти, сюда или сюда. На сегодня мы работаем с несколькими компаниями настолько тесно, что мы надеемся, что в течение нескольких лет это будут новые истории успеха с большими инвестициями. Как мы знаем, они случаются в течение года-три, поэтому вот на ближайший год-три у меня задача вывести наши портфельные компании на уровень Success Stories. И последний вопрос. В чем твой секрет успеха, твоя формула? Пожалуй, быть собой. Замечательно, коротко и классно. Спасибо большое, Рената. Очень было приятно. Да, именно. Спасибо, а до свидания.